Главная проблема, с которой сталкивались, пожалуй, все музыканты, вернувшиеся после боев, а чаще из госпиталей, это оформление документов. ЧВК, как ясно из названия, структура вроде бы частная, хотя и решала задачи общегосударственные. И кровь ее бойцы проливали в самых горячих точках СВО за родину. Но военные чиновники отправляли вагнеров к чиновникам гражданским, те обратно в Минобороны. В общем, ни льготы, ни военные пенсии многим ребятам, потерявшим здоровье, да и родственникам, потерявшим родных, получить так и не удавалось. И только в нашем регионе таких невидимых чиновниками ветеранов СВО сотни. Самое сложное, что было после того, как вернулись к мирной жизни? Документы, наверное, да? Многие говорят о том, что очень сложно. Только бюрократия, да, везется ничего сложного. В остальном проблемах. Не думали, наверное, что такие проблемы придется решать, когда воевали? А об этом вообще не думалось, конечно. В последнюю очередь, наверное. Сейчас что больше всего беспокоит вас, ваших товарищей? Наверное, много таких, кто еще не может получить документы? В основном здоровье. В основном здоровье беспокоит. Ну и, конечно, как камень с души, с плеч. Получение вот этого ветеранского удостоверения. Сейчас надеюсь, что все эти льготы до нас тоже дойдут какие-то. То есть государство чем-то может помыть. Семья каждого участника СВО, как говорил президент, конечно, должна быть в зоне постоянного внимания, окружена заботой и почетом. Однако в реальной жизни пока еще не все просто и гладко. Даже заработанных кровью и здоровьем льгот и выплат порой приходится добиваться сбоем. И в одиночку сделать это очень непросто. Поэтому фонд «Защитники Отечества» с октября этого года все усилия сконцентрировал на помощи ребятам по каким-то причинам, еще не получившим от государства положенных им документов. Сегодня радостные события и для наших гостей, и для филиала фонда. Потому что, наверное, получение удостоверения ветерана боевых действий – одна из главных проблем. Ну, трудно получают ребята. Особенно это касается, конечно, частной военной компании «Вагнер». И вот мы с 30 октября этого года начали прием документов. За этот период мы приняли порядка 150 документов. Пакетов документов направили в центральный аппарат, который перенаправил их в комиссию при Министерстве обороны, который принимает решение о присвоении этого статуса. Вот первые 15 человек у нас получают. Я могу сказать то, что мы из тех регионов, где, наверное, самое большее количество получают ребята перед Новым годом. Новогодний праздник и долгожданное получение удостоверения ветерана боевых действий для Алексея совпало еще с одним самым радостным событием – в этот день у него родился сын. Во-первых, поздравляю вас с рождением сына, с этим радостным событием. Спасибо. После возвращения с СВО, наверное, не все события были радостными. Что самое трудное? Ну, прийти в себя первое время. Ну, все хорошо. Как бы поддержка близких, друзей, товарищей. Как-то вот так. Документы, бюрократические проблемы какие-то наверняка ведь есть? Ну, по документам, да, по получению удостоверения помогло фонд защитников отечества. Про фонд мне боевые товарищи мои сказали, позвонили, сказали, существует фонд защитников отечества, езжай, говорит, сюда, и тебе, говорит, помогут с документами. Приехал, обратился. Правда, все прям очень хорошо, слажено. Связи тут у меня и дочку привозил я, подарки давали. Ну, так вот, как бы. Много сейчас таких друзей, товарищей боевых, кто тоже эту мясорубку бахмутскую прошел, кто нуждается сейчас в помощи, именно вот в оформлении? Конечно, много. Очень много, как бы, и огромное благодарность, что помогаете, не забыли. Первая группа бойцов Вагнера, получивших удостоверение в канун Нового года, это лишь десятая часть музыкантов, которых знает весь мир, что обратились в Ульяновский филиал защитников отечества с конца октября. Такая же непростая ситуация сейчас и с бойцами батальонов «Шторм-Зет». Так что работы у сотрудников фонда впереди очень много. Прием мы до сих пор ведем и будем вести постоянно, поэтому, пожалуйста, обращайтесь в филиал фонда. На сайте, в соцсетях, пожалуйста, в филиал фонда защитники отечества Ульяновской области, и, пожалуйста, все выйдет и телефоны, и адреса, на всех ресурсах мы размещены. Владимир Коршунов и Марат Мигдеев специально для Уллправда ТВ.